Здравствуйте, ажемы подписчики. В этом ролике я также постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу о фолиевой кислоте. Именно она победила в нашем голосовании в сообществе на моем канале. В этом ролике именно о фолиевой кислоте. Постараюсь рассказать много всего интересного, полезного. Эта информация будет такой простой, доступной. И также поделюсь уже определенным опытом использования назначения данного препарата. Но до начала хочу попросить каждого из вас поставьте лайк этому ролику, поддержите канал. Поделитесь этим роликом в социальных сетях, потому что эта информация будет полезна не только вам, но и вашим близким. Так вы поддержите мой канал. Те, кто хочет меня дополнить, огромное спасибо ниже в комментариях под видео. И желательно, чтобы эти комментарии имели какую-нибудь доказательную базу с ссылками на исследования. Итак, начнем. Фолиевая кислота. Известна нам испокон веков, если можно так выразиться. Знаем мы все ее отлично. Что хочу добавить. Это витамин В9. Для тех, кто не знал. Также фолиевая кислота может называться такими вот названиями, как фолоцин или фалин. Смысл один будет и тот же. Что очень важно и на что сразу хочу обратить ваше внимание. Она участвует в качестве кофермента в различных ферментативных реакциях. То есть стимулирует эти ферментативные реакции, способствуя метаболизму, от которого зависит нормальное функционирование тканей и клеточек. Если все будет идти так, как нужно, клеточки будут хорошо работать. Не будет никаких нарушений, а следовательно и каких-то заболеваний. Поэтому вот играет очень важную роль в нашем организме. Также давно известно, что она играет очень важную роль в обмене аминокислот. Что тоже очень важно для нашего организма. Если не будет вот этих процессов, не будет какой-либо той же энергии, строительного компонента. И будут ряд грубейших нарушений функционирования. То есть это базовые процессы, от которых зависит наш организм. А также участвует в биосинтезе пуриновых и пирамидиновых оснований. Из покон веков известно, что это витамин В9. И он предназначен для нормального течения процессов роста и развития тканей. Без данного витамина будет очень сложно, если фактически невозможно, нормальной работе и функционированию вот этих тканей. Знаем мы о данном витамине с самого детства, потому что именно от этого количества будет также зависеть нормальное развитие от маленького ребенка, даже от плода в организме мамы, поэтому назначается и беременным, до дальнейшего развития уже детей. Очень часто обращается внимание именно на фолиевую кислоту. Есть целые даже вот такие вот как национальные программы профилактики именно данным витамином. Что важно, что нужно запомнить? Витамин В9, фолиевая кислота, очень важна для процессов кроветворения и эмбриогенеза. Кроветворение – это процессы формирования тех же клеток, которые несут кислород, которые питают органы и ткани, приносят кислород и питательные вещества, и клетки не гибнут и работают. И это клеточки всего нашего организма, чтобы вы понимали. И нервная система, и клетки мышечные, и другие-другие клетки. Эмбриогенез – это правильное развитие плода в организме мамы. То есть правильное формирование вот этих клеточек, тканей, органов будущего человечка. Если будет дефицит, пойдет что-то не так, пойдут грубые нарушения, вплоть до уже каких-то грубых нарушений, патологий, заболеваний, инвалидности, вплоть до летальных исходов. Это очень важно. Вот эта профилактика и особое внимание уделяется, потому что именно на вот такие базовые функции и базовые процессы влияет этот витамин. И от него они зависят. И правильная работа всех тканей и клеточек будет также зависеть именно от этого витамина. Поэтому так он важен и такую важную роль он играет. Также, что хочу добавить. Положительно воздействует на работу пищеварения. На это тоже нужно обратить внимание. Есть хороший запас В9, поступает он с продуктами питания, пищеварение в норме. Дефицит приведет уже к нарушениям. Если мы говорим о восполнении или в тех случаях, когда мы считаем, что есть какие-то проблемы с поступлением данного витамина или дефицит. Первое, на что нужно обратить, это не сразу на лекарственный препарат, а на продукты питания, из которых вы действительно тоже можете восполнить эту норму суточную. И дальнейшее функционирование организма не будет нарушено. Очень часто спрашивали о дефицитах. Так вот, недостатки витамина В9 в первую очередь тормозит процессы кроветворения, то есть нормального функционирования в дальнейшем уже всех клеточек и тканей. Также отсутствие вызывает особый тип анемии, который поражает пищеварительную систему. То есть поражается в дальнейшем уже и пищеварительная система. То есть клетки и ткани не будут получать питательные вещества и кислород, а еще и будет нарушен метаболизм. То есть вот эти вот процессы, когда с продуктами питания, с пищей в наш организм поступают полезные витамины, минералы, те же углеводы, белки и жиры, все это будет тоже нарушаться. В каких продуктах питания содержится данный витамин? Витамина. Это вся группа тех же зерновых, там есть этого витамина тоже в хорошем таком достатке. В муке, то есть тот же хлеб, мука именно грубого помола, также в овощах очень много витамина В9, фолиевой кислоты. Также содержится в зеленой петрушке, в шпинате, в салате. Лук содержит капуста, горох бобовый, да, в грибах, пищевые дрожжи, да, в сырах, в рыбе, в мясе. Если у вас нет каких-либо нарушений, связанных с тем, что вы где-то недоедаете, или нет у вас никаких проблем с пищеварением, правильно поступает пища, она хорошо всасывается, вот эти метаболизмы не нарушены, да, это все нужно говорить. Каких-либо дефицитов у вас, как правило, не должно быть. Поговорим о показаниях, когда показан данный витамин, когда его рекомендуют. Та же фолиево-дефицитная анемия. Есть ряд анемий, есть целая классификация, да, вот таких нарушений, связанных с кровью. Они классифицируются в зависимости от этиологии, от причины. И есть именно вот такой, как отдельный вид анемии, который является фолиево-дефицитный, да, вот дефицит фолиевой кислоты приводит к нарушению и нормальному, как бы, функционированию клеточек крови. Если мы занимаемся лечением дефицита фолиевой кислоты, это может быть как следствие каких нарушений? При синдроме малиабсорбции, когда продукты питания и все то, что вы потребляете, плохо всасывается. То есть, казалось бы, вы питаетесь нормально, никаких нарушений как таковых не замечаете, питаетесь всеми витаминами и всем полезным, но вот плохо все это дело всасывается. В первую очередь, это предотвращается определенными диетами. И уже следующим шагом будет, конечно же, назначение дополнительно уже самого препарата. При нарушениях обмена фолатов на фоне применения некоторых лекарственных препаратов. Такое тоже бывает. Какие препараты могут относиться к этой категории? Во-первых, люди, которые страдают эпилепсией, противоэпилептические препараты. Также пероральные контрацептивы. Об этом забывают, очень редко говорят, и это тоже приводит к тому, что в организме может сформироваться дефицит. И цитостатики. Они тоже способны на все это повлиять. Также плохой пример – это алкогольная зависимость. И в эту же группу еще добавится неполноценное какое-то питание, когда человек недоедает и, может быть, даже проживает в каких-то таких асоциальных условиях. Следующее нарушение – когда происходит повышенное выведение фолиевой кислоты. То есть, вы потребляете норму, все переваривается там нормально, метаболизм хороший, но вот повышенно выводится фолиевая кислота. Какие примеры это могут быть? Та же алкогольная зависимость. Гемолитическая также анемия. Вести нужно здоровый образ жизни, заниматься спортом обязательно. На что хочу обратить внимание. Беременные. Все они становятся на учет. При планировании беременности нужно обязательно консультироваться со специалистами, сдавать анализы и проверяться. Фактически в 100% случаев беременным делают профилактику развития дефицита в дальнейшем рисков, да, вот этого дефицита фолиевой кислоты. Потому что это риски дефектов формирования нервной трубки у плода. Это если будет дефицит, дефицит. Фактически ежедневно назначается прием фолиевой кислоты на ранних сроках беременности. Он может, вот этот прием, да, предупредить дефекты нервной трубки плода. И в дальнейшем развитие ребенка будет правильным. Если препарат назначается после четвертой недели беременности, фолиевая кислота не оказывает такого эффективного действия на предупреждение дефектов нервной трубки. Запомните это. Тоже очень часто является ошибкой и проблемой. Иногда об этом не знают врачи. Но, как правило, у них есть вот алгоритмы ведения. А вот очень часто это проблема со стороны пациентов. Потому что, как всегда, тянут до последовательного. Не хотят обращаться, занимаются самолечением. И в дальнейшем огромная-огромная проблема. Не занимайтесь самолечением. Есть побочные эффекты. Кожная сыпь. Кожный зуд. Бронхоспазм, может быть. Эритема. Та же гипертермия. Та индивидуальная непереносимость, о которой я десятки раз говорил, что сотни пациентов помогает все хорошо и хорошо переносят. Но вы один и единственный такой неудачник, который попадаете в этот маленький процент, кому не подходит этот безобидный препарат. Витамин. Такое бывает. Поэтому консультируйтесь с лечащими врачами. Хочу рассказать еще о взаимодействиях, потому что очень часто пациенты принимают комбинированное какое-то лечение. Помимо какого-то одного лекарства, есть еще и другие лекарства, которые лечат те же сопутствующие заболевания. Потому что заболеваний их много. Если это длительная терапия анальгетиками, противосудорожными препаратами, в том числе тот же фенитаин и карбомазепин, пероральные контрацептивы, значит, увеличивают потребность фолиевой кислоты в нашем организме. В том числе антоциды, то, о чем тоже очень часто забывают. То есть препараты на основе того же магния, кальция, тот же алюминий, которые обволакивают наш желудок и препятствуют нормальному всасыванию витаминов и микроэлементов, минералов. Тоже учитывайте это. Нужные вам препараты и те же витамины, и минералы, и просто какие-то лекарственные препараты. Если вы принимаете вот эти препараты, которые обволакивают, учитывайте, что лекарство может просто пройти транзит. И до вот этой дозы эффекта вы можете не добиться. То есть они снижают абсорбцию фолиевой кислоты. То есть снижают всасывание фолиевой кислоты в вашем организме. Казалось бы, вы делаете профилактику, но если неправильно принимаете лекарства, поэтому внимательно слушайте врачей, когда врачи вам говорят, эту таблетку нужно до еды, вот эту таблетку после еды, а вот эту с этой сочетать нельзя. Это нужно обязательно фиксировать, потому что вот такие вот несоблюдения, вот таких простых, казалось, правил может вам навредить. С целью предупреждения развития мегалобластной анемии у больных, принимающих цитостатики, это препарат метатриксат, да, противоэпилептические препараты, рекомендуется сопутствующее такое назначение, да, фолиевой кислоты. Часто ошибаются врачи, когда, казалось бы, приходит пациент с эпилепсией и не учитывают, что нужно дополнительно также вот это все дело контролировать, проверять и, если что, делать профилактику этого дефицита. Поговорим о дозировках. Еще раз хочу повторить, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам, потому что может быть специфика и особенности. Лучше проконсультироваться для того, чтобы избежать вот этой побочки, максимально, чтобы все было лечение эффективно и полезно, и в ближайшем времени вы выздоровели и чувствовали себя хорошо. Про дозировки. Если это получается медикаментозный дефицит фолиевой кислоты, рекомендуется принимать по 5 мг в день в течение 4 месяцев. Прием длительный, именно 4 месяца, потому что организму нужно дать время на то, чтобы он именно насытился. И учитывать, какие лекарственные препараты принимаете, и можно ли их в целом вообще отменить, если это можно. При малеабсорбции, то есть тогда, когда он плохо всасывается, этот витамин В9 фолиевая кислота, принимается по 15 мг ежедневно. При профилактике анемии, при хронической такой, да, гемолитическом статусе, при таких состояниях принимают по 5 мг каждый 1-7 дней. В зависимости от того же обострения заболевания. Также на канале очень часто спрашивают о передозировках. Копался-копался в исследованиях, но нашел. Дозы фолиевой кислоты до 4 мг, 4-5 мг переносятся хорошо. Все остальное, я за это не ручаюсь, поэтому обращайтесь к врачам, консультируйтесь и начинайте не с лекарственных препаратов, а старайтесь правильно нормировать свой рацион, вести здоровый образ жизни и по возможности, да, не принимать лекарственные препараты, о которых я уже говорил. Так, дальше. По специфике взаимодействия с другими препаратами и такие особенные, да, специальные указания. Лекарственные средства предназначены для профилактики гипо- и авитаминоза у детей. Обращайте на это внимание, и вот эти нормы профилактики, о них нельзя забывать. Раньше были целые такие графики, какие витамины, когда, чего. Вот сейчас этой профилактикой не любят заниматься, и в дальнейшем из-за этого развиваются уже серьезные заболевания. Для профилактики также используется гипо- и авитаминоза. И здесь еще раз повторюсь, начинайте, даже предпочтительнее будет именно сбалансированное питание, а потом уже таблетированные препараты. То есть вы используете продукты питания, которые богаты витамином В9. И еще один раз я повторюсь, это в основном зелень, это наши те же каши, тот же из зелени, это салат, это шпинат, это помидоры, морковь. Та же печень содержит, бобовые свекла, яйца, орехи, злаки, то, о чем я уже вам и говорил. Фольвера кислота не применяется для лечения дефицита В12. Это очень частая такая тоже ошибка, когда видят, что есть дефицит В12, и еще вдобавок назначают фолиевую кислоту. Это проблема, потому что такие вот сочетания, они не рекомендуются. Следует также иметь в виду, что пациенты, находящиеся на гемодиализе, нуждаются в повышенном количестве фолиевой кислоты. Во время лечения тех же антоцидов, это препараты, которые для лечения желудочно-кишечного тракта обволакивают, принимать фолиевую кислоту нужно спустя 2 часа после. То есть это тоже очень важно. Обратите на это внимание. И также следует иметь в виду, что антибиотики могут также искажать, то есть давать заведомо заниженные показатели, результаты до микробиологической оценки концентрации фолиевой кислоты плазмы и эритроцитов. При приеме больших доз фолиевой кислоты, а также терапии в течение длительного периода, возможно снижение концентрации в крови витамина В12, санкобилкабаламина. То, о чем я вам уже тоже хотел рассказать. Будьте очень внимательны. Тоже длительный прием фолиевой кислоты рекомендуется комбинировать с приемом витамина В12. То есть вы бы принимали профилактикой фолиевой кислоты, а потом курсом также на 10 дней можно пропить В12, чтобы не было в дальнейшем его дефицита. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы, все, что было собрано. В будущем также буду стараться собирать все ваши вопросы и тоже искать на них ответы и также снимать ролики. Буду очень признателен, если вы в комментариях под видео будете меня дополнять, если эти дополнения будут аргументированы и обоснованы, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на канал, участвуйте в голосовании следующей темы ролика в нашем сообществе. Всем спасибо, встретимся в следующем ролике. Всем пока. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok